Взаимоотношения между работниками и работодателями, направленные на обеспечение согласования их взаимных интересов по вопросам регулирования трудовых отношений, положенных льгот и компенсацией, порядка оплаты труда и иных непосредственно связанных с ними отношений, регулируются через социальное партнерство. Именно коллективный договор способен помочь найти решение самых насущных проблем, которые чаще всего возникают в деятельности предприятия. В эти дни во всех структурных подразделениях Омлыкского горно-металлургического комбината проводятся отчетные конференции по выполнению коллективного договора по итогам 2022 года. В частности, 24 февраля был заслушан доклад о проделанной работе профсоюзного комитета управления промышленного железнодорожного транспорта. На мероприятии присутствовали исполняющие обязанности начальника ОПЖТ Сирожидин Маназаров, председатель профсоюзного комитета подразделения Улгбек Артыкбаев, начальник отдела логистики Умар Мавлянкулов и главный инспектор по трудовому праву Совета профсоюза работников АГМК Мершохид Мавлянов. Ответственные лица дали информацию о выполнении требований, указанных в коллективном договоре, направленных на регулирование социально-экономических, трудовых и профессиональных отношений между работниками. Отмечено, что основным направлением деятельности профессионального союза является обеспечение технической безопасности и правовая защита работников, предотвращение случаев дисциплинарного нарушения. Также обсудили вопросы создания комфортных условий труда, поощрения активистов, поддержки семей, нуждающихся в материальной помощи. Как рассказал председатель профсоюзного комитета УПЖТ Улгбек Артыкбаев, в отчетном году было зафиксировано 760 письменных и 15 устных обращений. Из них два обращения касательно выплаты заработной платы, 22 по вопросу временного проживания, 246 с просьбой выделить материальную помощь, 70 для получения путевок в санаторий Узбекистана и 394 в базу отдыха Алтын-Алма. Все обращения своевременно рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, оказана материальная помощь 364 пенсионерам. За прошедший год трудоустроились 40 новых сотрудников, которые вступили в профсоюзный комитет. Очередная конференция состоялась 27 февраля в Управлении технологического транспорта. На собрании проанализирована деятельность профсоюзного комитета, выполнение коллективного договора за 2022 год. В том числе рассмотрены вопросы по медицинскому и социальному обеспечению работников подразделения, общему питанию, оздоровлению детей, сотрудников в лагерях АГМК. Исполняющий обязанности начальника УТТ Бахром Ниазметов подвел итоги прошедшего года, отметил достижения и успехи работников, поделился перспективными планами на будущее. С докладом выступил и председатель профсоюзного комитета Одлбек Перматов, который ознакомил слушателей с проведенной работой в духовно-просветительской и культурной направлениях. В частности, неоднократно были организованы поездки по историческим городам страны. Накануне праздников навещались многодетные семьи и семьи с ограниченными возможностями. С учетом докладов и лекций, прослушанных по итогам каждой из конференций, проведенных в подразделениях комбината, выполнение коллективного договора в 2022 году признано удовлетворительным.